Новое видео выходит каждый день в 20.00. На дворе 2019 год. 2019 год. Сам существует более 13 лет. Ну или более 12 лет. Кому как удобнее. Тем более, когда вы будете смотреть этот ролик, тоже неизвестно. Однако, ну, на данный момент мы имеем вот такую вот картину. И не то, чтобы развитие серверов остановилось в 2019 году. Развитие серверов остановилось раньше. Намного раньше. Вот вы знаете, когда представили систему квестов. Вот вы помните плюс-минус те года. Вот лично я не помню в каких годах это произошло. Систему квестов на сампропе. Вот именно тогда, вот именно сука тогда, развитие GTA самп серверов остановилось полностью. Я не помню хоть какую-то плюс-минус масштабную обнову после того, как внедрили квесты на сампропе. Как будто бы вот, знаете, вот все остановилось после вот этих вот квестов на сампропе. Как бы это ни было прискорбно, как бы это ни было страшно. Но оно, сука, так и есть. К большому сожалению. К сука, большому сожалению. Очень большому сожалению. Развитие GTA самп серверов остановилось. Сейчас не 2013 год. Сейчас уже, сука, 2019. И удивить кого-то новомодными системами невозможно. Игрок стал настолько искушенный, что, ну, уже нельзя абсолютно ничего придумать для него нового. То есть, во всем он будет видеть то, что уже где-то там когда-то было. Та же система автоугона. Та же система рыбалки. И, как мне кажется, функционал сампо 0.3.7 израсходован чуть ли не полностью. Так или иначе. То есть, да, ты можешь там придумать какие-то новые работы, там, какую-то инновацию сделать. Но суть работы останется одна и та же. Ты либо бегаешь по чекпоинтам, либо нажимаешь Y, либо N. Либо там какие-то стрелочки, как на ревенте. Либо еще что-то наподобие того. И вследствие этого можно вполне спокойно сказать, что развитие GTA Samp серверов остановилось. То есть, больше ничего нового там не выходит. Да. Так или иначе, у Arizona Roleplay каждый месяц, ну, или плюс-минус каждый месяц, выходят какие-то новые обновления. Но давайте будем с вами вот честны. Новое обновление это вот какая-то доработка старых обновлений, переосмысление старых систем, которые уже когда-то были представлены в Сампе. Просто небольшое переосмысление. Вот немного допилка того, что уже есть. Вследствие этого для каких-то других серверов разработка новых систем очень болезненна. Потому что у них нету столько времени для того, чтобы разрабатывать вот новые системы, как на Arizona Roleplay. Им нужно продумать рекламную кампанию там и многое-многое другое. И вот чисто физически новые сервера или там какие-то старые по типу Advanced Roleplay, они застряли вот в этой вот временной ветке. То есть, Андрей Ринго там вообще он сумасшедший, он, блядь, уже с ума сошел. Ему реально, мне кажется, надо лечиться, когда он, когда у него, блядь, ютуберы, сука, уходят, блядь. Да не только ютуберы, люди, сука, уходят, блядь, с сервера. Какие, блядь, тюнинг? Что нахуй? Каких, блядь, там черепах можно прилепить нахуй на вот этот вот, на машину-то? Ты чё, долбоёб, Андрей Ринго, блядь, ну какой нахуй тюнинг? Я не понимаю, блядь, ты что, серьёзно или что? То есть, все обновления сейчас на Advanced Roleplay, я извиняюсь, конечно, что сейчас мы немного в данном видеоролике поговорим про Advanced Roleplay. Просто, на самом деле, Advanced Roleplay, он наиболее детально, как бы так сказать, сука, демонстрирует вот то, как развитие GTA Samp серверов остановилось. Наглядный пример, Advanced Roleplay. Люди там просто уходят. У Advanced там сколько? 8-9 серверов, я уж точно не помню. И вот суммарный онлайн Advanced Roleplay не превышает 2000 человек. При том, что там есть пидорас хуесос Малфой, Митин, Данкозор Лаунж, кстати, привет, Данкозор, если смотришь этот видеоролик. Ися там есть, да и прочие-прочие люди. Но несмотря на всё это, несмотря на всё это, люди вводят промокоды. Там у Митина, блядь, 20 с чем-то тысяч этих ебаных промокодов. Однако, однако, люди, люди, сука, с Advanced, блядь, уходят. Потому что нечего там, блядь, делать как новому игроку, так и игроку, который там уже, блядь, играет тот, который там уже, сука, есть. Нечего, блядь, ему там делать. Абсолютно нечего, сука. Потому что, блядь, ну это полнейшее говно. То есть, Advanced Roleplay это прям полнейшее говно. Все его обновы, это не то, чтобы допилка того, что уже есть. Это, ну, какой-то ченжлок. Это то, что уже должно было быть давно, но оно вот появляется только сейчас. И так вы понимаете, практически с 90% всех серверов GTA Samp никто не пытается представить что-то новое. Вот помните вот эту вот систему GTA Bitcoin на Diamond? Вроде бы было что-то новое, хоть это и было связано с сайтом, так или иначе. Но вот, блядь, хоть что-то, хоть что-то, сука, было новое. Однако, то есть, и GTA Bitcoin тоже закрылся, потому что, в принципе, стал невыгоден. И вот все это, ты смотришь на все это, ты понимаешь, блядь, господи. Сервера в GTA Samp находятся в такой огромнейшей жопе, что прям вот это, ну, вот это, блядь, в самом деле непонятно вообще. Как они смогли дожить до 2019 года, выпуская вот такие вот простые, казалось бы, обновления, которые даже обновлениями толком назвать нельзя. Это ченжлок. Это ченжлок и не более того. И вот эти вот ютуберы, которые записывают там видеоролики по типу, ебать, это такое классное обновление, ебать, всей семьей играем. Просто охуительно, Андрей Ринга молодец. Я, я в самом деле не знаю, я в самом деле не понимаю, как такое, в принципе, может быть. И мне это, в принципе, так или иначе непонятно, вот во всей глубине души мне это абсолютно непонятно вообще, почему вот так вот происходит на Advance Roleplay в частности. А почему остановилась, как бы, разработка, развитие каких-то вот GTA Samp серверов, это и без того, как мне кажется, более чем понятно. В общем, я думаю, что на этом уже видеоролик можно и закончить. Я и так сказал на более, чем хотел, растянул хронометраж, как пизду мамки Даниила Герера, вот прям такую, знаете, бездонную яму, можно сказать так. И все члены токсичного уклада проникали вот в эту вот самую мамку, что мы стали единым. Токсичный уклад един, чтобы вы понимали. Настардамус, цитата, 1995 год до нашей эры, 1941 год, 1938, 1939, да и многие-многие другие года, 1861 год. Неважно, ребят, неважно. Я думаю, что обо всем этом, думаю, следует рассказать и сказать в каких-то следующих видеороликах на курсах истории за 8 или там 9 класс. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok